Проявленность. Ну когда-то это была сфера прямо героизма. Выйти там, где другие боятся, преодолеть то, что другие не могут. И, конечно, это делает человека заметным. По сей день мы говорим проявить героизм, смелость, отвагу. Но в наше время главной угрозой являются уже не дикие звери и неприродные обстоятельства, а по большей части другие люди. И героизмом становится уже сам факт заметности. Уметь выйти перед толпой, не тушеваться под взглядами, быть не такими, как все. А если мы хотим и жить не так, как все, а к отшельничеству душа не лежит, придется научиться. Достаток. Когда-то начиналось все для наших предков, конечно, с еды, с доступа к порпитанию. Есть еда, значит, я живу в достатке. Потом, когда стали появляться запасы, крайне обострился фактор сохранения этих запасов, и во главу угла встало жилище, укрытие, мой дом, моя крепость и мое главное богатство. Теперь мы все больше говорим о деньгах, как о возможности купить как первое, так и второе. Но факторы безопасности все те же. Так же, как и, кстати, важность достаточности, заложенной в самом названии этой сферы. Учеба. Ну, тут все и понятно, и непонятно одновременно. С одной стороны, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. С другой, вот именно, что как-нибудь. А цель этой сферы ясность. И уже из этого выходит, что учиться тоже надо учиться. Сам факт учебы еще не означает, что с этой сферой все в порядке. Ведь большое количество знаний далеко не всегда приводит к пониманию сути вещей. Увы, куда чаще, ровно наоборот. Только запутывает. Семья. Ну, это одна из главных сфер жизни для человека. Семья – это наши корни. Семья – это то, что, кстати, позволяет не оглядываться ежесекундно. Ведь тыл прикрыт. В конце концов, семья – это то, что наполняет жизнь смыслом. Другое дело, что сейчас в это понятие включаются порой совсем не кровные родственники, а коллеги, друзья, единомышленники. И это, кстати, очень показательно. Ведь нам только кажется, что в современном мире семья не важна. Человеку нужен человек. Как ни крути. Творчество. А если их не реализовывать, то какой в них прок? Здоровье. Опять же, с одной стороны, все очевидно. Здоровьем заниматься надо. А с другой – это ведь точно не о походах в поликлинику и не об употреблении таблеток горстями. Что, как правило, как раз и свидетельствует о ровно обратном, о недостаточном внимании этой сфере. Ну, во всяком случае, в прошлом, раз теперь приходится лечиться. Мы получили тело на эту жизнь. Другого не будет. И наша обязанность следить за его состоянием. И это шесть так называемых дневных сфер жизни. Почему дневных? Потому что они ясные. А ясные они потому, что попадают в ту часть нашего мира, которая управляется сознанием. Мотивация в этих сферах ясна и не нуждается в дополнительном объяснении. Мы эти сферы уже разобрали и они доступны в записи. Но теперь мы будем переходить к иной плоскости. К еще шести сферам, которые гораздо сложнее в том смысле, что не ясны. Они находятся в теневой, в ночной области. А в ночной – потому что управляются уже не сознанием, а подсознанием. И тем важнее заниматься ими сознательно. Осознавать их в отражении. Видеть их через отражение в дневных. Для того, чтобы вот оттуда из тени они не управляли нами. Чтобы мы управляли ими, а не они нами. Любовь. В широком смысле это сфера про взаимоотношения с важными, но при этом неродными людьми. Родные – это семья. Они никуда не денутся. Они должны меня принимать такими, какой я есть. Даже если я с печи не слажен. А тут другое дело. Тут никто никому ничего не должен. Хочешь, чтобы и тебя любили – старайся тоже быть важным. А еще важно уметь так любить, чтобы не сливаться воедино с объектом своей любви. Потому что любовь к своей части – это не любовь, это эгоизм. Слияние. А вот тут, вот тут уже сливаемся. Сливаемся как в эротическом, так и в идеологическом, политическом, эстетическом в любом смысле. Сфера про то, как на время потерять голову, отдаться потоку. Зачем нам это? Да за тем, что по сути именно в этом и заключены все человеческие удовольствия. Гурман растворяется во вкусе, меломан в музыке, эстет в картине. Милующиеся друг в друге. Само слово «счастье» про ощущение себя частью чего-то большего. Главное – уметь не только растворяться, но и собираться обратно. Приходить потом в себя. Дальше четыре сферы, до которых далеко не все доходят. Сферы высшего порядка. Самые сложные, но те, которые только и позволяют человеку не думать, что он прожил свою жизнь зря. Служение. Обычно эта сфера понимается как альтруизм. Но на поверку оказывается, что альтруизмом называют что-то очень далекое от служения. Например, невротический страх быть отвергнутыми. И отсюда стремление быть полезным. Ну или такое же невротическое стремление к похвале. Как говорится, служить барат, прислуживаться тошно. А что тогда истинное служение? Это когда мотивация к добродетели исходит изнутри. Когда она мотивирована не внешней, а внутренней необходимостью. Я никому ничего не должен, но мне должно так поступать. Труд. Важно не путать с работой. Работа – это место, куда ходят за зарплатой. А значит, в большей степени попадает в сферу достатка. Труд же – это пронаслаждение. В эту сферу мы попадаем, когда дозреваем до осознания того, что трудиться – это и значит жить. Что это удовольствие. Что человек без труда во многом перестает быть человеком. Что даже если мне не понадобится больше работать, то трудиться я не перестану. Дружба. Ну, как много у нас друзей и как мало друзей. Сфера редкая по самому факту почти полного отсутствия тех, о ком в ней идет речь. Кто знает, может быть, чересчур мы хорошо живем. Ведь не просто так поговорка утверждает, что друг познается в беде. Но не в том, конечно, смысле, что нужно друга в беде проверять. А в том, что именно в сложных обстоятельствах, среди множества знакомых, проявляются друзья. Но, к счастью, есть и другие способы их обретения. Вот только этим нужно заниматься сознательно. Потому что и это отдельная сфера жизни. Ну и, наконец, умиротворение. Умиротворение. Вот эта сфера всем сферам сфера. Почему? Потому что если нет его умиротворения, этого, то все остальное как будто бы уже не имеет значения. И до тех пор, пока мы его не обретем, все прочие сферы будут подчинены этой. И деньги мы зарабатываем, и семью создаем, информацию ищем. Все в надежде обрести через это внутренний покой. Ну, конечно, не обретаем его. Почему? Ну, потому что, и по схеме это очевидно, потому что не в той сфере ищем.